Страна 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 Рай! Что это за? Что это значит? О, куда они идут? У них русские? Да, да. Готово! Они убили партизан. Они убили партизан? Ах, что, если бы это было коньяк. О, да это дедушка. Ого! Кто ты, дедушка? Попробуем. Стой, стой! 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 Саш! Кто вы? Кто вас послал? Кто ваши товарищи? Где они теперь? Еще раз кто ты? С кем ты была? С кем ты была? Сон, кот сын! Скажи, а где в данный момент находится Сталин? 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 Сталин на посту. На посту? Что это значит? Это значит, что ночью, вот сейчас, и днем, и на рассвете идут в бой полки. Им нет конца, как нет конца и края моей стране. И в небо поднимаются самолеты, а в лесах, у костров и на дорогах собираются партизаны. И так всюду поджидает вас гибель, потому что партия на посту. Больше я ничего говорить не буду. Хорошо. И ищу кнутку. Немите, малин, и арбейц. А ты не рас? Кто ты? Ану, фанан! Лос! Маска! Фальтвебенквас! Диклайнхартенхартеншейдль! Пригналите мальцу фернов! Ты не хотел отвечать. Тем хуже для тебя. Я поручаю тебя ему. Он будет добиваться. Привет, ребята! Все нормально? У меня есть что-то! Пожалуйста, принять место! У меня есть что-то даме. И вы можете быть спокойно. Я уже буду принимать. У меня есть что-то. Это будет очень тяжелая работа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так. Все равно не боюсь. Это мышь. Ой, что это? Кто-то под стол полез. Ой, как страшно. Нет, это мне показалось. Ничего страшного нет. И очень темно. Я даже могу встать и зажечь свет. Вот встану и пойду. Это ничего. Это я наткнулась на стол. А скоро будет стол. Вот. Лампа. Ну вот, я и не испугалась. Теперь надо только смотреть под стол. Ну, там, конечно, никого нет. Ой. Так ведь это же киса. А сверху жильцов. Здравствуй, киса. А я тебя сначала испугалась. На, кошка, кошка. Кок. Прыг-скок, прыг-скок. Ей настречу колобок. Прыг-скок, прыг-скок. Испугалась я медведя. Прыг-скок, прыг-скок. Это кошка от соседей. Прыг-скок, прыг-скок. 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 Мама. Да здравствуют бойцы пятилетки! Да здравствует первая Майя! Все в порядке. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Садитесь. Ну вот, ребята, я привела вам новенькую. Ее зовут Зоя. Куда бы нам ее посадить? Смотрите, пожалуйста, сейчас Боря, а? Боря Фомин, кажется, сегодня в печальном одиночестве. Ну-ка, Зоя, иди садись пока с ней. Как хотите, Анна Сергеевна, а я девчонку к тебе не пущу. То есть, как это не пущешь? Вот еще. А что я такого сделал, чтобы сидеть с девчонкой? Что же, по-моему, сидеть с девочкой это наказание? Не наказание, а хуже. Ее только троняй, она сразу и запищит. Подвинься, мальчик. Ну вот еще, подвинься. Мальчик, подвинься. Подвинься. Ну вот и отлично. Итак, ребята, сегодня мы снова займемся родным языком. Разберем для начала... Теперь вычти 18. Прибавь 4. Хорошо. Садись на место. Лепестки, ребята, образуют венчик. Заглянем теперь внутрь цветка. Так вот, ребята. Все, что красное, это наша страна. Она занимает одну шестую часть мира. Гмура4. П箱 в описании. Уж я три, госы, госила! Уж я три, госы, госила! Эх! Уж я три, госы, госила! Ради гостя! Уж я три, госы, госила! Ради гостя! А-а-а! Тебе нахуй! Тебе нахуй! Тебе нахуй! Тебе нахуй! Тебе нахуй! Тебе нахуй! Знаешь что, давай дружим. Я тоже хочу. Давай. А как тебя зовут? Веры. А тебя с Виной? Свинка-свинка! А почему ты опоздала с начала года? У меня умер папа. Витька, за мной! Ура! Витька, дурак, кроме своего футбола, ничего не знает! А мы о ней Сергеевне скажем! Девочки, пойдемте! Не голоса вам, Сергей Семенович, этот самый Рейхстаг. Подумаешь, сгорело одно из самых безобразных зданий в Европе. Туда ему и дорога. Напрасно вы отшучиваетесь. Я убежден, что это лишь началом. И как это у Шекспира? Не будет меры злодеянина. У меня остальное, наверное, сгорело. Сотни тысяч книг. Вандалы! Преступники! Идиоты! Изуверы! Негодяи, а! Они сжигают книги! Тупицы! Дикари! Сжечь Толстого! Подумать только! Толстой в огне! Достоевский в огне! Гейме, Дарвин, Маркс! Шабаш! Лысая гора! Скажите, пожалуйста, это вас зовут Филин? Что? Какой Филин? Мне ребята сказали, что книги для чтения можно брать и Филин. Что-что? Что Дмитрий научит историю, а после урока сидит здесь и дает книжки. Постой, постой! Филин... в очках, слепой, сидит на жердочке. Это я! Ха-ха-ха! Ну, конечно, это я! Ха-ха-ха! Так вот, значит, как вы меня величаете! Да что ж ты хочешь от Филина, девочка? Я хотела, чтобы вы дали мне почитать. Оно! Ну, вы так ругались, что мне стало интересно. Ну, и что ж тебе стало интересно? Мне стало интересно, кто сжёг книги? Из ребят нашего класса никто этого не мог сделать. Даже самые хулиганы мальчишки. Я тоже уверен, девочка, что из вашего класса никто не способен на такую бакость. Это сделали фашисты, немцы. Вчера во всех городах Германии ровно в двенадцать часов ночи жгли на кострах книги. Они хотят вернуть мир к средневековью, но... Ничего! Ничего! Сорок лет я учу истории вот таких, как ты. Сорок лет. Я кое-что с мыслью в этом. Никому ещё, слышишь, девочка? Никому! Никому! И никогда! Не удавалось и не удастся повернуть историю вспять! Обратно! Я вас очень прошу, дайте мне все эти книжки, которые там сожгнут. Что? Что ты, девочки? Их очень много. Так много, что хватит на всю твою жизнь. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Отслачу тебе добром, сослужу тебя потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил. Чародея подстрелил. Пахнет чем-то. Ой, девочки, неужели каша подгорела? И как это я забыла? Давай посмотрим, какая дальше картинка. Девочки, вы без меня не читайте. Девочки, тут шар какой-то. Ой, как высоко. А вдруг это не шар, а стратостат? Я в прошлый раз, когда Прокофьев летал, сама видела. Он вроде груши. И этот тоже. Пойдемте, девочки. Да подожди ты, свинка. Вон и еще долго тут будет. А мне интересно, что там дальше. В книжке. Пойдем. Ну ладно уж, пойдем, Вера. А где остановились? Читай отсюда. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит тебе в волнах на раздутых парусах. Мамочка, ты спишь? Нет. А что тебе? Можно к тебе мамуська? Иди. Ну, о чем сегодня? Не понимаю, мамуська. Они умерли. Значит, их нет. А их наградили. Ну, как можно наградить тех, кого нет? Ты вот о чем. Видишь, девочка, они герои. Они поднялись в небо так высоко, когда о них еще никто никогда не поднимался. И вот пройдет много лет, а люди все равно будут о них помнить, так, как будто бы они жили. Ну, вот ты. Скоро позабудешь их? Нет, наверное, совсем не забуду. Ну, вот видишь, значит, они все-таки есть. Понимаю. Тех, кого не забывают, они живы. Мамуська, а что такое герой? Я знаю, но только не совсем. Герой? Герой это тот, кто всегда смелый. Кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. Понимаешь? Чтобы сделать других счастливыми. Понимаю. А что означает галстук на твоей груди? И почему он красный? Галстук на нашей груди пропитан кровью сотен и тысяч борцов. Вот почему он красный. Им надо дрожить, как частицы великого красного знамени. А что означает серп и молот на твоем значке? Это пионер носит Родину на своей груди. За дело Ленина. Будь готова. Всегда готова. КОНЕЦ Подвинься. А помнишь, как я тебя на парк не хотел пускать? Ага. Ну, а все от того, что ты неправильно выкрыла. Надо было перед поднятием, а кокетку выпустить. Вы о чем, девочки? О чем, о чем? Не о чем, о чем. Мы вот думаем, почему сегодня все говорят с Новым годом, с новым счастьем. И никак не можем догадаться. А ведь, Верно, разве счастье обязательно должно быть новым? Ну, уж вечно ты, Ворька, с своими умными вопросами. А скажите, пожалуйста, почему дважды два, четыре? Да, и заодно ответить, правда ли, что молк впадает в Коспийское море. Нет, девочки, это глупость, я серьезно. Ну, вот, ребята, кто мне скажет, что такое счастье? Ну, вот сказали. Счастье все и счастье. А вот дайте Зинке такое сладкое, чтобы жевать, жевать. Оно все целенькое, все не кончается, а она и будет счастлива. Вольно надо мне твое сладкое. Нет, ребята, счастье, это когда ждешь чего-то хорошего, вроде подарка. И знаешь, что непременно будет. Только точно не знаешь, когда будет, что будет. Знаешь, не знаешь, будет, не будет. А по-моему, счастье, это будет таким, как папку качать. По-моему, придумать такой аппарат, чтобы нажмешь кнопочку, и каждый этого желания исполнялся. Ой, кнопочки, молоточки, молоточки. А по-моему, вот если Спартак наклепает опять Динамо, вот это и будет самое настоящее счастье. Вот так. Ой, вот это счастье. Запутались, факт запутались. Что такое счастье и какое такое счастье? Запутались. Просто все хотят быть счастливыми, но каждый по-своему. А все потому, ребята, что человек создан для счастья, как птица для полета. Ой, мы птички. Ребята, что вы здесь сидите? А где там стола? Сидим Симонич, на радио отсюда! Заяц. Почему Заяц? Потому что Зойка, Зойка, Зайка, а Зайка, Заяц. Здравствуйте. Зайка, Зайка, Зайка. Зачем? Мне нужно сказать тебе очень важное. А на самом деле, Заяц, ты мне нравишься больше всех. Я давно тебе хочу сказать, давай дружить. Давай. Только не так просто дружить, а по-настоящему. А как бы твоему надо, чтобы по-настоящему? Клади свою лапу сверху. Ну вот, даю тебе слово, что с этого дня и с этого часа мы с тобой друзья насовсем. А теперь прибавь, что хочешь, я для тебя все сделаю. И что бы ни было плохого или хорошего, все теперь должно быть у нас напополам. Ладно. И мы во всем должны помогать друг другу. Помогать? И никогда друг другу не врать. Конечно. Если кто-нибудь, вот все равно кто, скажет по тебя или про меня плохое, то мы обязательно должны заступиться. Но я за тебя кого хочешь поколочу. Мы никогда ничего не будем скрывать друг от друга. Я тебя могу, когда захочу, спросить. Ты о чем сейчас думаешь? И ты должен ответить сразу и только правду. Ну ты уж это чересчур. А по-моему, ты и есть настоящий друг. Знаешь, дайчик, давай так. Если я тебе сразу не смогу ответить, ну никак не смогу, я тебе сам скажу, честно. И тогда уж чур не приставать. Идет? Кто здесь? Это мы, Анна Сергеевна. А вы, да ты, ребята, чего сюда забрались? Борис, тебя давно уже ищут. К тебе пришел отец. Отец? А где он? Он ждет тебя внизу в раздевалке. Что это ему вдруг вздумается? Я пойду. Ничего, девочка. Не правда ли, какой сегодня хороший вечер? Очень хороший. Сюда, ребята, сюда. Внимание! До Нового года осталось 30 секунд. Зачем тебе приходил отец? Он уезжает. Куда? Заяц, я знаю, что мы ничего не должны скрывать друг от друга, но это не моя тайна. Понимаешь? Хорошо, хорошо. Молчи. И, пожалуйста, прости меня. Ну, что ты, зайчик? Тише! С Новым Гором, товарищи! С Новым Гором, товарищи! С Новым Гором, товарищи! С Новым Гором, товарищи! Ребята, следующий сбор отряда будет 18-го. А сейчас можете идти по домам. Да, девочка, теперь они жгут города. Поставь карты в угол. Так, что же мы будем читать теперь? Я пока ничего не возьму, Михаля Яковлевича. Мне не хочется читать. Я не могу. Что-что? Михаля Яковлевич, миленький, я не понимаю. Ну как можно терпеть такое дальше? Ну как можно терпеть, что на земле есть фашисты? Понимаю. Ох, как я тебя понимаю, девочка. Самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное мелочное прошлое. И чтобы, умирая, смог сказать. Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире. В борьбе за освобождение человечества. Ну вот видите, почему Павка мог... Нет, правда, Михаля Яковлевич, в такое время быть школьницей девчонкой, я просто не знаю, что это за несчастье такое. Фррррр. Всему свое время. Всему свое время. Зло не может долго торжествовать. И, конечно, нам с тобой предстоит борьба. И, конечно же, мы победим. Имеем право не победить. Что случилось? 16 часов 30 минут. По Гринвичу. В Америке. На аэродроме Баракс. Сел Чкалов. Сел. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот если бы хоть на минуточку Сделаться человеком-невидимкой И подслушать, что у нас говорят во всем мире А потом крикнуть Это мы, это наша страна А вот если бы я стал невидимкой Я бы сейчас на самолет и к отцу бы туда Да нет, ничего, это я так Давай еще по пирожным, а? Давай Давай! Вот чужеземцы обладевают Москвой Чужеземцы рвут на части русскую землю Что? Можно мне сесть, Михаил Яковлевич? Я опоздал Садись, садись И все же последовало спасение Вторжение иноземцев Объединило русской народ Единой волей их изгнаний И народ От мала до велика Поднялся на решительную и смертную борьбу Вот почему В нашей отечественной истории Эпоха смутного времени Есть действительно Великая эпоха Вы, конечно, знаете, ребята, о Минине и Пожарском Так вот Не только вожди народные Ничего, садись Но и самые простые Известные люди Показывали чудеса самоотверженности В чудесах храбрости Так вот Ну-ка Ну-ка Ну-ка, Зоя Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусарина? Ну-ну Сусанин был простой крестьянин Он был крепостным Он жил в деревне Домнино Недалеко от Костромы Там очень густые леса и мало дорог Так Рассказывай дальше Однажды к нему постучали Он открыл дверь, а там были враги Их было очень много, целый отряд Они шли на Москву Но они не знали дороги И стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел Ну И он пошел с ними Они целый день шли лесом Потом наступила ночь Повалил густой снег Но Сусанин Вел их все дальше и дальше А лес становился все глуше Так что еле можно было пройти И тогда Сусанин Сказал им всю правду Что он их нарочно завел И что теперь они не выберутся отсюда Предание сказано Его пытали великими пытками Мучили и краили из спины ремни Но он в те поры ничего не сказал Молодец, Космодельянский Ну а дальше, дальше я знаю стихи Это Рылеев Можно я прочту? Читай, читай Предателя мили во мне вы нашли Их нет и не будет на русской земле В ней каждый отчизну с наденчества любит И душу изменой свою не погубит Кто русской по сердцу Тот гордо и смело и радостно гибнет за правое дело Ни казни, ни смерти и я не боюсь Не дрогнув умру за родимую Русь Смех чистый чистейшая кровь обогрила Что случилось, Борис? У меня убили в Испании отца, ребята Ой, заяц Ничего, ничего, дети мои Ничего Ну вот ты комсомолка Комсомолец обязан быть беззаветно преданным Родине И быть готовым отдать за нее все свои силы А если понадобится и жизнь Так К этому мы все должны быть готовы И всегда Ну вот сейчас Сейчас ты пойдешь домой Будешь на керосинке греть ужин Завтра пойдешь в школу Потом надо будет учить уроки Все пойдет как обычно А вот здесь вы ставите, смотри-ка Вот Всего через Раз, две, три, четыре Четыре строчки Аккуратно посещать комсомольские собрания Быстро и точно выполнять задания организации Ну Как ты на это? Так ведь все это само собой разумеется Ага Само собой разумеется Ну правильно Все это само собой разумеется Правильно Ходи-ка сюда Посмотри Ну Что ты там видишь? Ничего Ничего А звезды? Ой, верно И какие яркие сегодня А вот сначала ты их и не заметила Потому что звезды Они тоже Само собой разумеется Много есть на свете такого Что само собой разумеется Секретарь, который получает Ну вот вроде меня Собрание, нагрузки, выпускаем газеты Учиться на отлично И слова-то все какие-то скучные, обыкновенные И все это само собой разумеется Я понимаю Знаете, товарищ Шилов Я сама уже думала об этом Это про географию Про какую географию? А вот я как-то смотрела на карту И вдруг подумала Что вот черные колени Это река А вот коричневая краска Это горы А вот звездочка Это Москва И я подумала Что вот если так Просто смотреть на карту Ты увидишь только какие-то черточки Полоски, точки А вот если по-настоящему посмотреть Ты представишь себя сразу Какая река длинная и широкая И как быстро течет вода И как туман поднимается Как на горах тает снег И как В Москве где-то часы на башне Да-да, это верно Очень трудно увидеть то, что уже давно само собой разумеется Но уж зато если увидишь То самая обыкновенная Самая, казалось бы, на первый взгляд Будничная жизнь Она засверкает Вот как эти звезды Которые ты сначала изволила не заметить Это верно У тебя, Верка, какой номер билета? На, смотри сама Смотри, пожалуйста Всего на три номера разница Ну да, а в середине еще я И, кажется, Борис еще А Петька уже потом Чего Петька потом? Да нет же, мы просто говорили о том Что у вас теперь в классе почти все комсомольцы Прямо не понимаю, ну что она там так долго? А ты не беспокойся, не съедят твою Зойку До свидания, Космодельменский До свидания, товарищ Шилов А мы уж решили, что ты пропала Что-то так долго Ну как? Поздравить можно? Ну уж это Само собой разумеется Шагай вперед, там самарское племя Шути и пой, чтоб улыбки цвилить Мы повторяем пространство и время Мы молодые хозяева земли Раз, два, три Единогласно Зойка, ты группорк Валяй тронную речь Так вот У меня есть такие предложения Зойка, ты просто с ума сошла С ума с петела А вы испугались А по моему Зойку правильно Плачет экстрадок Или это птичатр Если мне стенгазету, то пускай семки тоже У нас тряк, а я стрить не умею Да иди сядь на место, что ты говоришь Ох, детки-то хорошо Он своей физкультурой всех удивит А какого мне-то тряпать? Думаешь, какая я санитарка? Постойте, ребята, постойте А Форька-то со старухами А, Б, Б Я только боюсь, Зойка А вдруг я не справлюсь? У меня и так по истории не ухты Мама больна Да ты всегда боишься Не знаю, как все, а я за себя отвечаю Не отвечай Это нехорошо, ребята Шумим, трепемся А лучше браться за то, что наверняка можно успеть А то потом разговоров не берешься Нахвастались, засыпались, не выполнили Кому это надо? На бумаге-то все можно написать Знаешь, Леша Я недавно была в музее Ленина И там есть день Ильича Что он за один обыкновенный день сделал? Так вот я стала считать И вышло 41 дело И какие все дела Так ведь то Ленин Ну да А мы ленинский комсомол Стой! Порядок, Борька В десятку попал! Космодемьянская На линию огня Спокойно, Космодемьянская Спокойно Целься точнее Тверже рука Опять? Кто тебе позволил заниматься футболом? За 10 дней 5 стекол По-твоему, это физкультура? Понимаешь? Все это Беленький из первого А Я его в ворота А он из ворот Я его снова А он... Да никого не пройдя Не пропустим Не пропустим Уходи Уходи Ну чего ты куянишь? Воображала такие В класс не пускают Ногти у меня для них Недостаточно чистые А ну покажи Земелюшка Чернозем Так ведь это же масло Понимаете? Машинное Это не отмывается Мы с Семкой модель В техническом собираем Придется пропустить Девочки Грязь-то трудовая Проходи Проходи Ну понимаешь Корень в квадрате Его надо извлечь А икс Мы выносим Ничего не понимаю Вот неспособная по математике Вот неспособная и все Если бы тебе Половину моих способностей По математике А мне твоих По литературе бы Кстати Как у тебя дела С ликбезом? А что ликбез? Ничего ликбез Успевают старушки А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну вот привязался Ну хожу само собой разумею Скорого там? Зойка Ты должна мне еще По хронологии помочь А то все время путаюсь Какой царь? Когда? Ну давай Давай Ладно Ну смотри Значит извлекаем корень Вам чего? Здесь сегодня должны заниматься Я из 201 школы Чем за ним? Как чем? Мы послали к вам одного нашего комсомольца Ликвидировать неграмотность Ааа Постой Постой Такой белобресенькой? Ну да Фомин А так он уже давно ликвидировал Как? Да так Два раза был А больше мы его не видали Видите ли Он заболел Заболел? Ну да заболел И теперь буду заниматься я Вы кто? Управдом Такой товарищ управдом Я вас очень прошу К следующему четвергу Оповестите всех неграмотных Ух Прямо не знаю Сколько раз я их собирала А теперь они всякое доверие потеряли Я конечно виноват Я это сознаю Но дело было так Мы с Петькой Васильевым Стали строить буер Буер? Ну да Буер В зиме на химках Ну и очень увлеклись Ну просто у меня не хватало На все времени Ну а тут старуха одна сказала Что ей в могилу пора Не учиться Ну вот я и Ну в общем все Так Ладно Ну а что скажет Брю Порк? Фомин мне выполнил Взятых на себя обязательств Кроме того Он комсомолец Поступил нечестно Соврал Я предлагаю дать ему выговор Строгий Зоя Ты пойдешь с нами? Нет Мне не хочется Девочка Зайчик Постой Я с тобой не разговариваю Уйди Ну Почему Зайчик Ну ведь Я же уже получил Строгача Теперь уже все в порядке Пойми Ты мне больше не друг Понимаешь? Не друг Ну как не друг? Нет Боже мой Что ты за чушь споришь? Что ты несешь? Я вижу Нам действительно Не о чем разговаривать И пожалуйста Я тебя очень прошу Больше ко мне не приставай Ладно Собственно Куда вы торопитесь? Как куда? На ликбез? По-моему Это не входит в ваши обязанности Можете отправляться домой Сынок А сынок Что бабушка? Что-то у меня рука дрожит А вы не нажимайте так бабушка Не нажимайте А палочки выводите попрямее Вот Ну по-моему Эти пояски очень простые Можете чем коробки щипать Ой девочки Только если все это на самом деле будет Я крови видеть не могу Мне сразу нехорошо делается Зоя Мне нужно поговорить с тобой Девочки я вообще загоню Ну? Разговор будет очень серьезный Говори Так вот Я хочу тебе сказать Хочешь сказать, а молчишь? Одним словом Я тебя очень прошу, Заяц Давай помиримся Идет? И знаешь Все последнее время я хожу такая счастливая Такая счастливая И все умерло сразу выходит И дом, и уроки И с мамой мы как-то поособенному дружим И все время столько мыслей приходит в голову То я мечтаю, как я буду писательницей А то мне кажется, что самое большое счастье Это быть учительницей А то еще и еще И так все это хорошо Что иногда я сама себя останавливаю Зойка А не слишком ли это безмятежно у тебя получается? Ведь уже во всем мире война И конечно нам тоже предстоит прояваться Но знаешь Тогда я вспоминаю всю нашу жизнь Все, что я своими глазами видела Вот я уверена Что именно нам Именно нашей стране Предстоит совершить такое Какого еще никогда не бывало Но это ничего, что мы росли счастливыми И что герои наши добрые И подвиги тоже добрые Ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова Которые всегда просто так говорят? Ну, что все это само собой разумеется Очень хорошо понимаю, зайчик Только я меньше рассуждаю, чем ты По-моему, если надо будет воевать То и будем воевать Ну, а уж если будем воевать То само собой разумеется Победи Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Защищать Москву ДимаTorzok 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 Помните, постоянно помните, вы из Москвы, вы комсомольцы Москвы. Пусть же ваши боевые дела будут достойны высокого звания комсомольцев Москвы. За Родину, товарищи! Ура! Из лучших отбирали лучших, создавали из них отряды, многие уходили в партизаны, и все они покрыли неувидаемой славой боевое знамя ленинского комсомола. Пришла? Само собой, разумеется. Пришла. Это ты, Зоя? Я мамочка. А я беспокоилась. Тревога за тревогой, а тебя все нет. Ты что-то постриглась по-новому. Совсем как мальчишка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Как на фронт? Да, мамочка, втыл к немцам, партизаны. Ой, Зояка. И мамочка, у меня на сборы всего три часа. Мамочка, мамуська, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты ж понимаешь, мамочка, ну я, я не могу иначе. Мамочка, Зоя, ну мам. Пойми, мамочка, все уже решено. Вспомни сама, чему ты всегда меня учила. Мам, я не могу быть другой. Да, ты не можешь быть другой. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ СТОЛЬ ОТОК ПОРОФоны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже умереть, чтобы сделать других счастливыми А на самом деле ты мне нравишься больше всех Ну, вот ты и комсомолка Мы уничтожим их От них не останется даже следа Данки в костюм на запах Умей в злотой зарод Данки в костюм на запах Данки в костюм на запах Данки в костюм на запах Ты чья будешь, девушка? Данки в костюм на запах 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 А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Товарищи, будьте смелее, борите с врагами. Бейте, жгите, громите фашистов. Все равно победа будет за нами. Помните, нас 200 миллионов. Прощай, Светлая. Прощайте, товарищи. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ